Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы с вами поговорим о крайне интересной, доступной и довольно стильной новинке от компании Honor. Да, сегодня компания официально представила на нашем рынке свой новенький Honor X9A. Аппарат получил довольно производительное железо, флагманский передовой дисплей, неплохие камеры, отличную автономность и конечно же вполне приятную цену. А знаете ребят, где я публикую секретные топовые скидки на лучшие смартфоны и электронику с Алиэкспресс и местных магазинов? Правильно, в нашей группе в Телеграм, так что если вы в поисках нового смартфона, но при этом нет никакого желания переплачивать, тогда милости прошу к нам в Телегу. Так тут я вручную мониторю и отбираю для вас лучшие предложения и цены и публикую их на страницах нашего сообщества. Тема крайне годная и максимально полезная. Все необходимые ссылочки вы всегда найдете в описании под этим видео. Ну что ж, ребята, дождались. Новенькие стиляга от компании Honor теперь и у нас на местном рынке. Мои постоянные зрители помнят, что мы с вами уже делали парочку разборов модельки Honor X40, которая у себя на родине бьет все топы продаж. Так в совокупности новинка получилась действительно неплохо сбалансированной. Является представителем среднего звена, но при этом с точки зрения дизайна, сборки, материалов корпуса ничем не отличается от флагманских устройств. Вот теперь, как я уже сказал ранее, машинка была адаптирована для глобального рынка, получила ряд косметических изменений, получила название Honor X9A и готова штурмовать прилавки уже наших местных магазинов. Так сказать, вобрав в себя все самое лучшее своего поднебесного прородителя, но получив вдобавок глобальную версию прошивки, а также поддержку всех гугл сервисов, что немаловажно. Да, сразу же делаю пометочку, гуглы идут прямиком из коробки, тут все окей. Ну и сам дизайн это, конечно, мое почтение. X9A хоть и не позиционирует себя как топовый флагман, но выглядит в разы дороже своей цены. Кстати, о ней я расскажу немного позже, но вы, ребята, обязательно выскажите свое личное мнение о нашем сегодняшнем герое. Как вам в целом такая идея смартфона из доступного сегмента, не уступающего топовым флагманским решениям в плане дизайна? Ну, как на мой взгляд, это отличный тренд. Honor X9A вышел в трех цветах, а именно в классическом полночно-черном, изумрудно-зеленом и мерцающе-жемчужном, или точнее в мерцающем льде. Как по мне, изумруд прям вообще самый топ, но, как говорится, о вкусах не спорят. Толщина смартфона составляет всего 7,9 мм. Подытожив, могу сказать, что в плане дизайна, в данный момент это один из самых красивых смартфонов на нашем рынке, даже если брать ценовой сегмент повыше. Второй отличительной чертой нашего героя могу назвать дисплей. В смартфоне используется довольно крупная AMOLED Full HD Plus матрица, с диагональю в 6,67 дюйма, частота обновления в 120 Гц. Тач раскачан до трех сотен Гц, а частота ШИМ равна 1920 Гц. Так что никаких мерцаний глазами уловить, ну, просто невозможно. Нагрузка на глаза примерно плюс-минус такая же, как и от IPS панели. Плюс, разумеется, дополнительно дисплей получил сертификат о сниженном уровне синего излучения. Так что, в целом, дисплей тут уровня, ну, флагманских устройств. Такой тандем дизайна и реально неплохого экрана крайне редко встречается в подобном сегменте. Вот это как раз таки и цепляет в этом стиляги с порога. К следующим не менее важным моментам могу отнести автономность. Honor X9A получил баночку на 5100 мАч с поддержкой быстрой суперчардж 40-ваттной зарядки. И благодаря совокупности энергоэффективного железа, оптимизации оболочки и амолед экрана, всё это позволяет новинке врываться в топы по показателям автономной работы, выдерживая до двух дней использования. Да, тут, конечно, у всех интенсивность использования разная, однако, опять же, сужу по его брату из Поднебесной. Honor X40 держит действительно крайне хорошо. Следующим пунктом будут камеры. Фронталка по классике максимально мейнстримно расположилась опрямиком в дисплее сверху по центру. Она тут на 16 мегапикселей. В общем, камера довольно неплохая, со слов производителя, позволяет делать вполне качественные и детализированные селфи. Что до основной, то она получила главный датчик на 64 мегапикселя, затем идёт ширик на 5 мегапикселей и макро на 2. Джентльменский набор. Конечно, бесшок контента и революции, но в целом неплохо. С подобными решениями мы уже ранее встречались на смартфонах от компании Honor. И в общем, как в плане детализации, так и по части экспозиции, балансу белой работы искусственного интеллекта, машинки не подводили. Ну а как камеры поведут себя в реальных боевых условиях, вы, ребят, узнаете, как всегда, из наших тестов и обзоров. Обязательно раздобуду в ближайшее время один образец и тщательно его протестирую. Ну и, конечно же, железо. Смартфончик поддерживает сети пятого поколения и получил восьмиядерный 64-битный драконий чип, а именно Snapdragon 695 5G с 6 гигабайтами оперативной памяти, плюс до 5 дополнительных гигабайт фирменного расширения. Итого суммарно 11 гигов. Что до накопителя, то он составит джентльменские 128 гигабайт. Что ж, конкретно к игротопам я нашего героя отнести не могу. Для этого у компании есть другие модельки, которые, как я надеюсь, тоже скоро приедут на наш рынок. Но так, в сухом остатке мы получаем немногим более 400 тысяч очков в Antutu 9 версии, что по факту на деле позволяет с легкостью обеспечивать плавность работы в повседневных задачах по типу вебсерфинга, социальных сетей и просмотра видео. В играх моя рекомендация ставить низко-средние настройки графики и также получить максимально плавный геймплей. Прыгать выше головы на максималке я не советую. Ну, разве что, например, в Standoff 2. Там точно будет без проблем играться на максималках и максимальной герцовке. Да и с остальными играми особых проблем не будет. Главное поколдовать с настройками графики. К дополнительным особенностям новинки могу отнести, конечно же, вполне актуальный 12-й Android с фирменной оболочкой Magic UI 6.1, поддержку Hi-Res Audio, поддержку всех наших сетей, а также повышенную ударопрочность и стойкость к царапинам, ну и прочим видам физического воздействия. Глядя на такого стилягу, это уж точно вряд ли приходит на ум. Смартфон обещает быть крепким орешком. Что до ценников, так я уже сказал, с 17 февраля Honor X9A официально поступает в продажу в местные магазины по цене в 27 990 рублей. Однако с 17 февраля по 2 марта новинку будут отдавать за 24 990 рублей, а также первым покупателям будут дарить беспроводные наушники Honor Choice AirBuds X3. На этом думаю все, всем огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку в виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!